друзья приветствую вас это выпуск выходного дня давайте с вами рассмотрим какая ситуация на валютном рынке и куда смотрят валюты на предстоящую неделю давайте начнем с ключевого индикатора это индекс доллара что здесь примечательно мы закрылись ниже сильного уровня 91 87 но двойное дно вот это мы пока не реализовали в понедельник последний день ноября месяца и поэтому если мы в течение предстоящей недели торгуемся и закрываемся ниже вот этого значения 91 87 то у нас высока вероятность того что самое ближайшее время разовьется движение конечная цель которого будет 88 целых одна десятая 88 и тестирование диапазона 89 и 7 вот сюда вот что это означает снижение индекса доллара это риск он то есть это аппетит к риску это вложение в рисковые активы именно вот из-за этого движения мы не видим и не получаем ослабление рубля к доллару и евро да здесь возможны варианты которые связаны с ценами на нефть сведением санкций но на текущий момент все заняты тем что вкладываются туда где деньги еще могут что-то принести поэтому на предстоящую неделю берем на заметку этот уровень если происходит дальнейшее закрепление под 91 87 то мы увидим продолжение ралли безудержного роста из всех возможных позитивных явлений которые происходят в том случае когда начинают вкладываться в риски далее недельный график индекса доллара смотрите вот здесь ситуация она несколько напряжение она указывает на то что здесь в ближайшее время по сути мы можем получить двойное дно такая формация будет реализована в том случае если отсюда пойдет движение и на объеме мы приблизимся к уровню 93 4 если мы приходим сюда и начинаем здесь про торговку то высока вероятность того что весь этот риск он накроется медным тазом и у нас отсюда сформируется отскок цель которого будет сначала первое 97 метре вот этот уровень поэтому не все так однозначно как кажется на первый взгляд здесь существенную роль будет играть то как мы про торгуемся в понедельник и во вторник поскольку понедельник это последний день ноября а вторник начало декабря текущая ситуация закрытия недели которое произошло в пятницу она ослаблена тем что были не очень большие объемы поскольку америка отдыхал и это движение вниз она несколько смазала поэтому ключевые дни понедельник и вторник я думаю после них можно будет достаточно более или менее ясно сказать куда двинется рынок на текущий момент на предстоящую неделю нам осталось потестить двойной донышко 91 и 7 если будет пробой этого значения и потом пойдет нарастающий объем или возникнет консолидация то с высокой степенью вероятности мы идем вниз и это приводит тому что все валюты укрепляются к доллару сша если же такого не происходит и в понедельник во вторник у нас по индексу доллару идет отскок наверх и мы закрепляемся хотя бы в районе 92 и выше то высока вероятность того что эта модель связанные с ослаблением индекса доллара и включением риск он она не сработает и в этой ситуации разовьется отскок индекса доллара рост доллара к другим валютам и мы увидим как все затрещит по швам поэтому понедельник вторник определит ход дальнейших событий так друзья дали евро доллар ключевой индикатор ключевая валютная пара что могу сказать пошло вот это движение на рост все зависит от того будет или не будет на предстоящей неделе пробит уровень одна целая 2011 если пробой возникает критерий пробоя это растущие объемы при его преодолении и консолидации по факту пробоя в этой ситуации у нас включается крупномасштабный риск он и ближайшая цель движения доллар евро находится в районе 1 целый 23 если на предстоящей неделе у нас происходит коррекционный откат с пробитием диапазона 1 целый 1790 1 целый 1754 вот этого диапазона то в этой ситуации рост в евро к доллару либо уйдет на неопределенный срок в торговку или евро начнет сыпаться здесь ситуация достаточно неоднозначная поэтому я считаю что для того чтобы определиться с дальнейшим движением надо посмотреть понедельник и вторник сейчас на текущий момент большее количество факторов указывает на то что евро доллару будет расти и мы достигнем 1 целые 23 в ближайшую одну две недели но есть тревожные сигналы которые снимутся по результатам завершения торгов в понедельник и во вторник так друзья далее рубль-доллар здесь ситуация у нас следующая с точки зрения состояния экономики мы обязаны ослаблять рубль но текущая ситуация связанная с риск о нам и с ослаблением доллара делает невозможным реализацию такого сценария в настоящих условиях если мировой ветер сменится тогда мы получим ослабление рубля и очень сильная пока на текущий момент идет укрепление рубля по месячному таймфрейму в случае закрепления в районе достигнутых значений мы можем увидеть дальнейший хотя бы задер цель которого будет 72 это продолжится в том случае если мы увидим снижение индекса доллара к тем значением которые я обозначил в этой ситуации вполне по рублю может реализоваться сценарий на укрепление если мы с вами рассматриваем недельный таймфрейм то недельный таймфрейм не подтверждает продолжение укрепления рубля по недельному таймфрейму может быть еще будет какое-то движение в район 74 85 74 и потом исходя из тех сделок которые здесь проходят весьма вероятно что либо от текущих значений либо чуть ниже мы увидим разворот и движение на 77 35 далее дневной таймфрейм рубль доллар но здесь как бы собственно говоря ситуация аналогичная с недельным по дневному таймфрейму мы подошли к тому значению в котором начинается либо движение в боковике от 75 и 5 до 76 75 или отсюда формируется отскок цель которого преодоление 77 35 в каком случае данный сценарий не будет реализован он не будет реализован в том случае если произойдет устойчивое пробитие 77 74 85 и консолидация под этим значением на растущих объемах в этой ситуации весьма вероятно что продолжится дальнейшее укрепление рубля и первая цель движения будет 73 целых две десятых вот сюда вот так друзья давайте пробежимся по позициям на форте которые по факту закрытия в пятницу фьючерс на индекс ртс здесь ставка юридических лиц на то что в понедельник разовьется ослабление корректирующий откат фьючерсы сбербанк здесь также ставки юридических лиц на то что сбербанк в понедельник будет проседать газпром здесь также ставка на то что в понедельник мы увижу увидим просадку по газпрому на риске никель аналогично ставка на то что на риске никель будет проседать но правда здесь размер изменения позиции не очень большой так друзья далее по рубль-доллар здесь юридические лица делают ставку на укрепление рубля к доллару причем достаточно весомую ставку рубль-евро здесь также ставка на то что рубль евро будет укрепляться евро доллар здесь ставка на рост причем на хороший рост евро против долларов понедельник британский pound доллар здесь ставка на рост британс британского паунда к доллару в понедельник доллар японская иена здесь ставка на движение вниз то есть на укрепление иены далее позиции по нефти здесь на понедельник ожидания консолидации ну количество шартов превышает количество лангов которые юридические лица открыли или поменяли но в целом как бы значение они не существенно отличаются серебро здесь ставка на дальнейшую просадку золото а вот здесь юлица сделали ставку на отскок золото и природный газ здесь ставка на снижение природного газа так друзья дали евро рубль котировка ту муру месячный таймфрейм вот по евро рублю здесь разворотная формация с движением вниз на укрепление рубля и цель этого укрепления находится аж на 86 75 соответственно эта модель она может реализоваться в случае пробить и 89 с половиной на прошедшей неделе устоял уровень 90 целых две десятых и поэтому на открытии вполне возможно в понедельник и в течение недели мы пойдем тестировать 89 и 8 89 и 5 вот этот диапазон если здесь возникает пробитие то весьма вероятно формирование импульса движения целью которого будет 1 88 и 1 и потом движение к оранжевой линии на 86 и 9 вот это произойдет случай пробития если не будет пробития то мы по факту небольшого корректирующего отката к нижней границе пойдем укрепляться по евро к рублю и здесь цель движения будет 90 целых девять десятых так а вот дневной таймфрейм по евро рублю но здесь как бы ситуация следующая вот это вот положение указывает на то что здесь коррекционный откат который может сформироваться он навряд ли пробьет 90 90 целых одну десятую вот да там делают ставку на то что рубль будет укрепляться в понедельник на открытии но потом если не будет пробить и этого диапазона в течение недели мы отсюда отскочим и цель движения будет сходить на девяносто одну целую две десятых вот сюда вот в этот диапазон так далее британский фунт недельный таймфрейм но здесь смотрите он прямо изготовился к тому чтобы развить движение потестить одну целую 35 и случае пробития этого значения отсюда развивается движение цель которого будет 1 целый четыре десятых если в случае реализации коррекционного отката происходит пробой 1 целые 32 1 целые 31 с половиной вот этого диапазона то у нас рост фунта против доллара если не сойдет на нет но откатиться на длительное время для проторговки в районе 1 целые три десятых вот сюда вот так но его дневной таймфрейм фунт доллар здесь у нас разворотная формация на дневках произошла и случае пробития 1 целые 32 и 5 у нас развивается отсюда цикл движения цель которого потестить вот этот сильный уровень 1 целые 31 если мы в понедельник во вторник не получаем пробой вот этого диапазона то у нас все это переходит в консолидацию и отсюда будет рывок с целью пробить и 1 целый 34 83 1 целый 35 и движение по направлению 1 целые четыре десятых так друзья далее японская иена вот у нас здесь кирпич на сто четыре с половиной никак не может пробить вот это значение как только будет пробить и диапазону сто четыре пять сто три пять у нас сразу отсюда возникает импульс движения цель которого 101 101 с половиной это по месячному таймфрейму так но и недельный таймфрейм указывает на то что мы сейчас находимся в консолидации от 105 до 103 вот в этом диапазоне и поэтому скорее всего исходя из недельного таймфрейма на предстоящей неделе скорее всего движение будет строится именно вот так вот от 105 до 103 так но если ориентироваться на дневку то сейчас еще не закончено укрепление евро и для того чтобы сформировался разворотный сигнал необходимо движение ну хотя бы вот сюда на сто три целых пять десятых сто три целых четыре десятых и по факту прихода вот сюда здесь вполне может сформироваться разворотной информации пойдет отскок цель движения по которому будет сто четыре шесть вот сюда вот в идеале конечно сходить на 105 едва но это все зависит от поведения индекса доллара в понедельник и во вторник если он развернется то мы увидим движение сначала сюда и потом на 106 уже в течение предстоящей недели если подтверждается сигнал на ослабление доллара ко всем мировым валютам то мы увидим тестирование нижней границы 103 и случае пробития открывается по квартал движения в район 101,5 так друзья далее китайский юань здесь очень интересная картина недельный таймфрейм по сути подошли к сильному уровню 6,5 немножко до него осталось вот я думаю с первого раза даже если продолжится укрепление и они он пробит не будет потому что случае его пробития сразу будет возможно даже быстрое движение на 6,2 вот либо текущего значения либо может быть еще движение вниз думаю будет формирование разворотной формации и хотя бы какой-то коррекционный отскок цель движение которого будет 6,68 но и в общем-то дневка здесь подтверждает что если ближайшее время не будет пробития 653 то отсюда сформируется коррекционный отскок хотя бы на 6,7 а в идеале на 6,75 так друзья но и канадский доллар пробой одна целая 24 и 229 и 20 вот этого значения вот этого диапазона приводит тому что открывается для него возможность движения на 125 вот но если пробоя не возникает в начале недели то скорее всего это приведет к отбою и к отскоку цель отскока одна целая 32 может быть одна целая 33 все зависит от того какая тенденция окончательно подтвердиться по индексу доллару в понедельник или во вторник на начинающейся неделе все друзья спасибо хороших выходных